В этом уроке я сделаю черный фон, но на самом деле цвет фона может быть любой, белый, молочный, нюдовый. Я беру черную кошку тонкой кистью, начинаю рисовать по просушенному гель-лаку, создаю контур и далее начинаю его заполнять. Цвет кошки может быть абсолютно любой, главное, чтобы он подходил к вашему фону, поэтому я здесь беру такие нейтральные цвета. Заполняем цвет без лишнего объема, чтобы не создавать пузатенький свободный край. Подносим магнит, создаем тот блик, какой нам нужен и перекрываем все матовым топом. Топ мы будем сушить одну минуту и сверху по топу я буду рисовать краской хром живую линию. Что значит живая линия? Значит она где-то может быть потоньше, где-то она может быть потолще. Такие нежные, красивые изгибы у линии получаются. Здесь у меня кисточка Мастер Эксперт Макс Лайн. Очень тонкая-тонкая. Вот тоньше кисти я не видела. Она очень длинная и тем самым ей можно рисовать очень тонкие прорисовки. Теперь кисточка Мини Овал. Я наношу сухие мазочки, прям кисть у меня на самом деле здесь полусухая, чтобы испачкать поверхность. Дальше беру свою любовь Platinum Night, когда мы открываем этот гель-лак и показываем клиентам, у всех замирает сердце. Здесь в этом дизайне очень красиво будет смотреться на магнитном гель-лаке именно сочетание блесток, мелкой пыли, металлизированного оттенка в виде хрома, крупные блестки. Вот самое главное не закрыть полностью кошку, но потихонечку всего добавить. И также я добавляю чуть-чуть черного гель-лака. Для чего это нужно? Фон у меня черный и чтобы добавить глубины в этот оттенок обязательно нужно это сделать. Silver Fashion. Я тоже его создавала, потому что мы работаем верхними формами и мне нужен был гель-лак с поталью. Для дизайна я очень часто использую и вообще я очень люблю, когда вот именно идут эти переливы. Очень дорого смотрится, очень красиво все это смотрится от мелких блесток до крупных блесток. И можно сделать абсолютно в любом цвете. Далее мы все сушим и, конечно же, покрываем топом без липкого слоя. Но вы также около кутикулы, конечно, не сможете покрыть, как я. Около кутикулы вы осторожно покроете все тоненькой кисточкой. Посмотрите, один вариант на бежевом вы можете сделать на молочном, один вариант на черном вы можете сделать на белом цвете, если хотите поярче. Да, молочный и белый будет очень тоже красиво смотреться, а черный именно вот круто, мне кажется, с нюдовым оттенком смотрится. Очень праздничный и красивый вариант получается. А делается этот дизайн на раз-два-три. Особенно очень актуально в празднике, когда совсем нет времени, но хочется порадовать клиента. Продолжение следует...